Музыка Итак, сегодня мы будем получать жидкость, горящую зелёным пламенем, или борноэтиловый эфир. Борноэтиловый эфир – это сложный эфир борной кислоты. Чтобы получить наш эфир, нам понадобится Концентрированная серная кислота Борная кислота И то, без чего не обходится ни одно наше застолье. Всеми любимый – этанол. Борный эфир мы будем получать в нашей такой колбе для получения газов. Теперь наполним колбол нашими компонентами. Сначала насыпаем туда 10 грамм борной кислоты. Затем приливаем к ней 50 мл этилового спирта. И в конце добавляем 10 мл 96% серной кислоты. Так как борный эфир – очень летучая жидкость, то её необходимо конденсировать. Для этого я придумал такой вот охлаждаемый конденсатор. Для этого я взял большой стакан, положил туда пробирку, проразил в неё трубку. И теперь я заполняю большой стакан кусочками льда. Позже я добавил в этот стакан концентрированный раствор поваренной соли, чтобы понизить температуру. Реакция получения бурно-этилового эфира происходит при нагревании. Для этого зажгём спиртовку. Смесь начинает нагреваться, и реакция постепенно начинается. Как только жидкость закипела и почернела, реакция началась полным кодом. Так, посмотрим, как же действует наша система. Вот горит спиртовка, жидкость кипит, бурный этиловый эфир испаряется и поднимается вверх. Дальше он идёт по трубке, и в конце концов конденсируется и собирается в нашу пробирку. Эта моя система хороша тем, что она очень простая и надёжная. Известна ещё с древних времён, когда получали первый самогон. Ну вот в нашей пробирке этиловый эфир всё время пребывает. У меня такой получается тёмного цвета, не знаю, может быть это из-за перемесей. Спустя примерно 30 минут, я думаю, что уже реакция практически завершилась, и мы получили достаточное количество бурный этилового эфира. Гасим нашу спиртовку и вытаскиваем нашу пробирку с бурный этиловым эфиром. Бурный этиловый эфир мы получили не очень много, но я думаю, что для эксперимента нам этого хватит. В интернете было написано, что бурный этиловый эфир горит зелёным и холодным пламенем, который практически не греет руку. Проверим, так ли это. Так, наливаем немножко эфира и поджигаем его. Бурный этиловый эфир очень хорошо горит, даже лучше, чем этанол. Пламя не у него зелёное, но совсем не холодное. Я не знаю, может быть это из-за того, что там есть примеси этанола, но руку туда я подставлять не собираюсь. Так, посмотрим ещё раз замедленные съёмки. Пламя действительно очень красивое и насыщенного зелёного цвета. Продолжение следует... Продолжение следует...